Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Друзья, всем большой привет, кто смотрит и слушает первые и единственные в России телеканалы с синхронным вещанием в ФМ-диапазоне. Телерадиоканал Страна.ФМ. Традиционная в это время программа «Лучшее в стране». Меня зовут Александр Хайрулина и я очень рада представить своих сегодняшних гостей. Друзья, у нас в гостях встречайте артист балета Большого театра Егор Симачев и супруга Елена Симачева. Здравствуйте, дорогие друзья. Хочется встать сразу и поклониться. А нам-то как хочется сразу посмотреть что-нибудь тонкое или хотя бы здесь на площадке. Но в другой раз, да? Давайте что-нибудь придумаем. Сегодня у нас разговорный жанр. Сегодня у нас, да, тем более, что очень много интересных тем. Хочу сразу же всех, может быть, предупредить. Дело вот в чем. Про Большой театр, конечно, мы поговорим, но основная наша тема сегодняшней встречи – это нечто другое. Это уже мастерская балета Егора Симачева. Очень такое серьезное мероприятие, которое существует, как выяснилось, буквально за три минуты до эфира уже на 9-7. 7 полных лет. 7 полных лет. Но при этом надо сказать, что Егор по-прежнему остается в труппе Большого театра на договорной основе, да, как правильно. Да, да, да. И на этой же самой сцене Большого театра с 98-го года, если я не ошибаюсь. Там есть какие-то... 95-й был выпуск. В 95-м году я выпустился. Сразу же перешел в Большой театр. Сразу же вошел, так сказать, в репертуар. Так, клином, как масло. И вот до сегодняшнего момента... Чиполлино, да, по-моему? Много было спектаклей. Одним из первых сольных был, да... Биографы в интернете, или что, первые сольные? Чиполлино, Синьор Помидор, да, роль была такая... До сих пор остается моя любимая роль. Правда? Абсолютно. И когда я слышу музыку... Томаты любите. ...хочетарианно... Нет, когда я слышу эту музыку, я не могу стоять. Мне прям танец, прям хочется на сцене оказаться. Хотя, на самом деле, партия очень сложная. Вот я помню, когда ее исполняешь, там прямо задыхаешься, и бегать нужно все время, и крутиться, и вертеться, и трюки делать, там, различные, и сальто, и прыгать. Но уж очень интересный образ, насыщенный. Поэтому вот остается до сих пор самым-самым-самым любимым. А разве у артистов балета нет такой истории, что вот хорошо как раз, когда есть моменты похалтурить, когда они так сложные, вот это вот любимые роли? Честно? Да. Конечно. Вот как раз сейчас я этим занимаюсь, активно очень халтурен на сцене, потому что я уже как бы вышел официально на пенсию, но теперь исполняю различные игровые роли. Я надеюсь, мой руководитель сейчас не слышит эти слова. Но, конечно, я шучу. Но смотрит. Конечно, это не халтура, разумеется, да, потому что любую роль ее нужно исполнить, и к любой роли готовишься, и волнуешься каждый раз, выходя на сцену. Но, скажем так, прыжки, трюки и всякие сложные элементы, пируэты, туры. В прошлом. И, да, и GTN Tournant в прошлом. Вот сейчас уже приятно. Ты на афише приезжаешь, одеваешь костюм, делаешь грим, выходишь. И уже в акции сразу ты еще не начал ничего выполнять, а уже аплодируют стоя, кричат «Браво, браво!» Бывает и так. Больше 20 лет, получается, на сцене Большого театра. И, наверное, своя собственная студия, мастерская, балет Игоря Симачева, это, наверное, пожалуй, было естественное продолжение этого дела. В каком-то смысле, может быть, естественное, но, скажем так, век балетного артиста, он недолгий. Приходится задумываться уже в раннем возрасте о том, чем же заниматься дальше. У каждого артиста своя судьба. В основном многие идут в педагогику. Да, скорее всего, так. Кто-то идет в мастера сцены, занимается светом, декорацией, техниками становится, и такие есть. Кто-то уходит в бизнес, кто-то уходит в автосервисы. Ну, то есть, на самом деле, если, конечно, так честно, то это в каком-то смысле трагедия происходит у очень многих людей, потому что ты всю жизнь танцевал, ты гастролировал, выступал в Версалях, жил в пятизвездочных отелях, был востребован, путешествовал, за тебя все делали, рисовали тебе стрелочками, куда тебе надо идти, где тебе в автобусе садиться и так далее, и так далее. И потом вдруг в какой-то момент все это прекращается, и ты остаешься один на один с самим собой. И нужно понимать, как дальше вообще зарабатывать деньги, на чем, что делать, куда стремиться. А знаний-то и других профессий-то у тебя нету, потому что ты всю жизнь танцевал. С раннего детства, конечно, одно единственное дело. Ты крутился в одном мире, в замкнутом, можно сказать, пространстве с утра до ночи, и общался, и круг общения у тебя состоит только из балетных. Но у меня нет, но вот у многих артистов так получается, потому что они не имеют возможности выйти на улицу, там, не знаю, выходной, один день в неделе, в лучшем случае, и то он иногда пропадает. Друзья, у нас сегодня в гостях Егор Симачев, артист балета Большого театра, Елена Симачева, супруга. Ну, а вместе они заведуют мастерской балета Егора Симачева. Ничего, что так сказал. Заведуем, заведуем. Именно так. Заведующий. Перед уходом на музыкальную паузу мы как раз стали говорить, что переломный момент, он так или иначе бывает в жизни каждого артиста балета, когда пенсия уже не за горами, и пенсия не в широком понимании, а очень рано, да, рано. Как черный ворон. Ну, здесь вот у Егора, в общем, была ситуация такая, я так понимаю, либо рисковать и создавать свое дело, либо идти работником сцены. Я вообще, уже будучи работой еще в качестве артиста балета, я все время искал возможности, где еще можно подзаработать. работать, потому что разные были тоже моменты, и не всегда все было успешно в, скажем так, в жизни театра, были трудные моменты, приходилось где-то искать. поэтому где-то ставил что-то, какие-то дополнительные хореографические были подработки. работал в туристическом бизнесе, да, да, есть опыт у меня в турфирме, работал и менеджером, и билетным менеджером авиабилетным, и по пиару, и по рекламе. Потом стал делать мероприятия, вечеринки организовывать, проводить. В пачках. И в пачках в том числе, да, вы угадали, совершенно верно. Вот, но всегда было желание что-то сделать такое основательное, глобальное, полезное, и когда уже стали появляться дети. Собственные. Собственные, да, 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 то, конечно же, уже было понятно, что нужно делать что-то, что можно передать им, что можно сейчас уже для них что-то приятное сделать. И возникла мысль о детском культурном развивающем центре и, разумеется, балетной студии детской. Ну, здесь как раз и знакомство, уже и брак с Еленой, и ее навыки на предыдущих рабочих местах. Подоспела, помню. Да, административные. В общем, все как-то совпало, да? Лен, ну, сомнений у тебя не было, что Егора получится, что все будет в порядке. Сомнений не было, потому что за что бы Егор ни брался, всегда он достигал успеха в этом деле. Что мне всегда приятно, что он, несмотря на то, что он уверен в своей цели, он всегда со мной советуется. Он всегда, ну, так может быть, для галочки. Ну, как ты считаешь, стоит или нет? Несмотря на то, что я ему скажу, стоит или не стоит, он всегда все равно идет и добивается этой цели. И, соответственно, мне приходится всегда его поддерживать и соглашаться, потому что я знаю, что все равно это будет сделано. Лучше я его поддержу и морально настрою. Ну, и мне кажется, ты искренний всегда. Конечно. Если ты считаешь что-то сомнительным, то ты мне так и говоришь, и я прислушиваюсь. Я жесткий критик, на самом деле. Для меня важно очень мне. Только близкий человек, конечно, правду скажет по-настоящему. Да, безусловно. И так уже за 7 лет 16 филиалов по Москве, пока в Москву или в других городах тоже есть. У нас в Сочи открылся филиал, в Зимнем театре Сочи, в Центральном сочинском театре, вообще классическом таком. У нас сейчас готовится в Питере открытие филиала. Ну, то есть процесс, он идет, возможно, что сейчас, в данный момент мы сидим, а у нас какие-то поступают заявки, предложения, может быть, даже где-то уже мастер-классы проходят без нашего участия, потому что команда действительно разрослась. Вот у нас буквально на днях состоялось собрание, и мы поняли, что в наш балетный зал уже все участники еле-еле помещаются. В следующем году будем, наверное, арендовать уже какой-то конференц-зал. А команда-то непростая, там педагоги, артисты и балета Большого театра и не только. Да, да. И из ансамбля Министерства обороны, из ансамбля Моисеева, из других замечательных, прекрасных театров и коллективов, и педагоги, и артистки балета, и артисты балета. Помимо педагогов у нас еще сложилась огромная команда и управляющих клубами, и управляющих сетью этих клубов, управляющих филиалами. Пресс-служба появилась сейчас, менеджеры, дизайнеры, веб-дизайнеры. Консультант стратегический. Колл-центр, офис даже открылся уже буквально в прошлом месяце. Мы, честно говоря, сами поражаемся масштабом развития. Ну и это очень приятно, потому что это как раз то, что я хотел видеть, чтобы это из простой какой-то студии или даже сети студий, чтобы это выросло в такое основательное дело, которое будет работать, во-первых, и без нашего прямого участия. Хотя на данный момент, конечно же, хотелось бы, но по факту, вы знаете, это... Wi-Fi есть везде. Те, кто думают, что бизнес — это вот что-то такое, что можно сделать и отойти, и это что-то легкое... Короткий перерыв. Оставайтесь, пожалуйста, с нами продолжим общаться. Программа продолжается. Друзья, Егор Симачев и Елена Симачева у нас сегодня в гостях. Говорим про балет, конкретно про мастерскую балета Егора Симачева. И в Москве наверняка вы уже знаете о существовании этих филиалов, но вот сказали уже нам ребята, что и Сочи, и Санкт-Петербург не за горами. Так что, в общем, жителям этих прекрасных городов и ближнележащих также будет возможность обучиться балету. Егор, скажи, пожалуйста, Леночка, ты тоже, как вам кажется, в чём секрет успеха мастерской балета? Это всё-таки династическая история, да, потому что родители твои были ведущими артистами балета Большого театра. И мама до сих пор в театре работает как ведущий педагог, педагог, да, репетитор, который каждый день ежедневно готовит новых и новых-новых балерин к выходу на сцену. Процесс продолжается. Татьяна Красина, если вдруг ты, может быть, не знает, тогда получается что? Так это всё-таки имя родителей идёт таким, скажем, не знаю, толчком? Или всё-таки и успехи Егора Симачева всё вместе, всё в сумме, в купе? Ну вот как супруга считает? Я считаю, что успех нашей студии является именно в том, что Егор столько творческих сил вкладывает именно в сам внутренний продукт, если можно так сказать. Мы каждый год, два раза в год делаем огромные спектакли и концерты, и он сам непосредственно является режиссёром этого спектакля, он по свету всегда отвечает за каждый номер. То есть он не просто номинальный руководитель, который придёт на концерт, в лучшем случае по билету, сядет в первом ряду, посмотрит, скажет, да, мне всё нравится. А он сам днём и ночью, когда уже спектакль близится, это просто сутками напролёт вместе с ведущими педагогами, он собирается на этих творческих собраниях с режиссёром, со звукорежиссёром, декорации эти загружает в 11 ночи в ДК. То есть я своим именем, да, естественно, отвечаю за качество, и я не могу эту планку понизить. Тем более, что, как вы правильно сказали, за мной стоят мои родители и родственники. И родственники, да, 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 и братья, да, брат старший по папиной линии Александр Ветров, ведущий, танцовщик, солист, премьер Большого театра, сейчас педагог очень известный, очень авторитетный, выпускает новых, талантливейших исполнителей, звёзд, уже можно сказать, балета. Младший брат Роман Симачёв исполняет характерные яркие партии в спектаклях. В том числе в наших спектаклях. И в том числе и в наших теперь уже исполняет. Ну, правда, конечно. Да, да, да. Вот. Папа мой, Николай Романович Симачёв, был и очень сначала известным, ярким, талантливым танцовщиком Большого театра, потом он стал педагогом, помощником Юрия Николаевича Григоровича, во многих его балетах принимал активное участие, как балетмейстер, как постановщик. Вот. Ну, дядя тоже, Анатолий Романович Симачёв, был танцовщиком характерным, очень популярным, очень ярким, очень известным и педагогом. И, конечно, я понимаю родителей, которые, зная всю эту историю, все эти фамилии, все эти постановки, они, конечно, не сомневаются, отправляют детишек или нет. Я думаю, что это каким-то является, безусловно, для них, может быть, статусным фактором. Но я бы хотел, наверное, все-таки обратить внимание на наших педагогов. Потому что когда можно делать все, можно делать маркетинг, рекламу, пиар, можно делать какие-то акции, креатив, можно все что угодно говорить о себе, иметь за плечами действительно родителей. Но когда приходят родители и понимают, что этот педагог, к которому пришла их малышка, двух лет. Двух лет, да, это удивительная история. А у нас даже приходит рекорд был 1,6, представляете, девочка пришла. В памперсах приходит, да. Говорить еще не умеют, но уже делают плиер или в. Очень смешной был случай у нас. Мы делаем экскурсии в большой театр, и мне пожаловались. Говорят, можно постарше все-таки детей приводить? Потому что в прошлый раз с горшком пришли на экскурсию. И, конечно, когда мама приходит и видит, что с этим ребенком все будет хорошо, что педагог взялся, что она в правильных руках, что через какое-то время действительно видят, что ребенок результаты показывает, раскрывается, перестал зажиматься, осанка появляется и выходит уже на сцену вместе с солистами Большого театра, то тут, конечно, наверное, срабатывает вот это самое, да, то самое магия, в том числе и в бизнесе, которая должна быть. Но я так понимаю, что эта школа, конечно, готовит и будущих артистов балета, в том числе, скорее всего, и артистов Большого театра, артистов балета. Надеемся. Мы очень надеемся, да, что через какое-то время мы будем. Мы, в общем-то, уже с этим сталкиваемся. То есть я, например, прихожу... Корсар был недавно спектакль. Да, в Большой театр, спектакль Корсар. И вижу ребенка, который недавно у нас выпустился, выпустилась девочка, только-только, Мариам Вайнштейн, поступила в Академию хореографии. И вижу, что она уже выходит на сцену Большого театра вместе с детками, которые привлекаются в этот спектакль. И со мной в одном продакшене участвует. Вот это, конечно, тот самый момент, когда ты начинаешь понимать, что все, что ты делаешь, это правильно. Ой, это невероятно, да, здорово. Все понятно с маленькими детишками. От двух лет занятия проводятся. Причем мне же попалась информация, что на французском языке есть возможность позаниматься. У нас на английском могут преподавать, на французском языке. Я думаю, что скоро на китайском еще. А как же? Обязательно. У нас очень много китайцев. Но есть же и группы для взрослых людей. Обязательно. Вот Лена. Мне когда надо было входить в форум, которые тоже хотят в большой попасть. После очередных родов, я говорю, давайте сделаем балет для взрослых. Потому что мамочки, чем они хуже? А где они сейчас могут попасть? На класс большой их уже вряд ли возьмут. Где-то в фитнес-клубе ходить не очень актуально. Леночка, я прошу прощения. Сейчас мамочки пусть подготовят ручки, листочки записать, чтобы всю информацию. Мы прервемся ненадолго. И очень скоро продолжим общаться с нашими гостями. Будьте с нами. Друзья, программа продолжается. Егор и Елена Семачёвы у нас сегодня в гостях. Мастерская балета Егора Семачёва. Рассказываем, кому же можно оказаться в ней. Понятно, всё с детками. Но здесь вот Елена нам рассказала, что ещё и мамочки могут не просто приводить своих деток туда, а тут же тоже переодеваться, переобуваться и к станку. И не только мамочки. У нас даже 50 плюс занимаются. Бабочки. Нет, а бабушки. Бабушки, бабушки. И они ничем не уступают молодым девушкам. Поэтому мы ждём всех на балет. И есть и дневные группы, и вечерние группы в разных филиалах. Поэтому всем нужно приходить в форум, потому что это огромная нагрузка на все группы мышц. И на прессы, и на спину, и растяжка, естественно. Делали даже балетный бранч для блогеров. Очень удачно, очень успешно. Многие многодетные мамы пришли и своим примером надели пачки, показали своим детям и своей аудитории, что нет ничего невозможного. И даже в 30, в 40, в 50 лет... Да, представьте, если бабушка выступает, танцует на сцене. У всех бабушки такие хитики, знаете, да. Друзья, я вот уже вне эфира немножечко поговорила с Егором и с Еленой. Конечно, вы теперь тоже должны быть в курсе. Вот в чём дело. Если 16 филиалов, и всё, слава богу, прекрасно действует, огромное количество желающих оказаться, колл-центр работает, то есть в любой момент можно позвонить, проконсультироваться, задать все интересующие вопросы. Ну, значит, то самое дело, ради которого всё начиналось, а именно популяризация балета, оно уже даёт свои плоды. Если появляются новые и новые филиалы, значит, желающих много... С чем это связано, я говорю? Как тебе кажется? Сейчас действительно... Время хип-хопа, рэпа и блогов и всего такого. Совершенно верно. Сейчас балет — это тренд. В том числе... С силами таких театров, как Большой театр, как другие знаменитые театры мира, которые устраивают трансляции, мировые балетов в кинотеатрах и по всему миру, и на каналах в интернете. Я ещё подумала, может быть, фильм «Большой» тогда русского, который недавно прошёл, тут же как-то повлиял. И в том числе и кинематограф сейчас взялся активно. И мультфильм балерина, который вышел. И мультфильмы, и фильмы, и книги. Огромное количество книг сейчас стало. И, в общем, образ балерины... Если раньше балет — это было такое достаточно закрытое, элитарное... Ну, элитарное, закрытое сообщество, культура для своих, искусство для своих, то сейчас я считаю, что это хорошо, что рамки расширены, и любой человек может к этому приобщиться в той или иной степени. И мы даём детям с самого раннего возраста вот этот вот, наверное, глоток какого-то классического, да, прививку, можно сказать, да, классического искусства. Понятно, что дальше они не обязательно станут и пойдут танцевать на сцену Большого театра, станут солистами и звёздами. Но правильный вкус им будет при этом уже сделать. Но при этом большой будут периодически приобретать всё равно, как минимум. Может быть, даже возрастной сенс как-нибудь всё-таки опустят, потому что у нас столько девочек, которые уже 2-3 года занимаются в студии, им 5 лет, они хотят пойти на тот или иной спектакль, а там 12+, 10+, и они, конечно, страдают, сталкиваются, поэтому мы стараемся делать такие спектакли, которые бы не уступали масштабу большого. Мы сами приводим артистов, чтобы делаем спектакли, чтобы зрители могли насладиться. Действительно, и они выходят и говорят, мы как будто бы побывали на Лебедином озере в Большом театре. И это очень приятно слышать. Как раз это на 8 марта у вас было, да, с Лебединым озером? В Доме книги у нас была акция потрясающая. К дню рождения Мариуса Петипа, великому балетмейстеру, мы делали свой спектакль на сцене. Лебединое озеро. Поставлен по авторскому либрету в стихах, которые я сам написал. Лебединое озеро. Потрясающий поэму. Сами, да, поэму. Сами озвучили. Сами озвучили и сами выходили, декламировали со сцены. Ну, что касается писательской деятельности, Егор, есть же у тебя две книжки, как минимум. Художественная литература. Есть такое момент. Что-то там и вампиры, и что-то там, и еще такое. Мистический Париж. Со следом Леонардо да Винчи, путеводитель, который разошелся вообще на ура, раскупился весь тираж. И вот мы недавно как раз обсуждали, что мы встречаем иногда людей, туристов, и видим у них в руках книгу мою. Это очень приятно, да, видеть. Фантастика просто. Да, 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 да. Но интересно то, что все-таки твои книги не по педагогике, скажем так, например, или как сделать свой бизнес в балете. Знаете, это было сильно раньше, это был такой, ну, то есть мне хотелось попробовать, попробовать себя в разных формах, где-то у меня получалось лучше, где-то хуже. Вот сейчас я уже делаю что-то, если делаю, то осознанно, да. В данном случае, например, я понимаю, что мне нужен спектакль «Лебединое озеро», мне нужна либретто, у меня появилось желание написать это либретто в стихах. Тем более, что как таковой сказки «Лебединое озеро» для детей, ее не существует в том виде, вот, да, в каком мы привыкли это понимать. Казалось бы. Казалось бы. Что же здесь сложного? Да, такой хит. А вы знаете, на самом деле, очень сложно, потому что история, она в себе столько внутри драматических каких-то и психологических моментов сочетает, чтобы просто объяснить ребенку, да и вообще человеку, да, что там происходит, на самом деле, это очень сложно. И вот, мне кажется, в моей версии... Удалось, удалось. Судя по детям, удалось, потому что я вижу, когда они это исполняют, я вижу абсолютное понимание роли, что они делают, зачем, для чего они это понимают. Наши дети слушают эту сказку. Рухлетние наших ребенок. Поправляют, папа, там не так, там поправляют, как правильно там нужно говорить. И то, что они знают, такие уже имена, как там «Одет», «Одили», «Злой гений», персонажи, скажем так, из классического искусства, и многие наши дети, когда называют эти все имена, становится приятно, что они не только смотрят популярных сейчас персонажей, там, героев, мультфильмов, а и, в общем, в искусстве подкованы и в культуре. Получается, что вы уже таким образом внесли свой вклад в празднование 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа. Маленький свой кирпичик, да, подложили. Маленький кирпичик, но все-таки знаков. Еще кирпичик в этой отрасли был, сейчас у нас гастроли во Францию состоялись уже, наши трупы, первой балетной детской. Да вы что! И там детки выступали именно на франко-русских встречах, посвященные именно Мариусу Петипа. И мы готовили номера именно этого балетмейстера. Это пока дипломаты ссорились, мы, значит, под шумок культуру свою, опять же, привнесли. И в посольстве в российском был концерт. И показали достаточно высокий уровень. К нам даже французские балетмейстеры подходили, директора школ, целовали детям ручки нашим шестилетним. Представляете. Они были в восторге. Какие же вы молодцы, друзья. Просто восхищаюсь, неустанно. Совсем короткий музыкальный перерыв и продолжим общаться с нашими гостями. Программа «Лучшая в стране» и телерадиоканал «Страна ФМ». Друзья, продолжаем узнавать все больше и больше о мастерской балета Егора Симачева. У нас в гостях Егор Симачев и Елена Симачева. А сейчас хочу попросить, чтобы нам включили видео. Так что, друзья, кто у нас смотрит, вынимайте. Но кто слушает, то постараемся вам рассказать все, что происходит на наших экранах. Егор, Елена, пожалуйста, слово предоставляется. Вот это сейчас был самый длинный в мире подвесной мост, на котором был совершен рекорд. Впервые на нем был проведен урок балета. Это именно рекорд мастерской балета. Это именно наш рекорд, который состоялся в прошлом году. А вот это сейчас на горе. Роза пик. 2320 метров над уровнем моря. Впервые также урок балета, мастер-классы, выступления. Вот, кстати, здесь мамочки. Как раз сейчас мы видим мамы, которые ни в чем не уступали детям. Из нашего летнего лагеря, который мы делаем балетным интенсивом, подготовили номера. Видите, какая потрясающая природа. Великолепно показались. Это захватывает дух. Да. Под наши одни из ведущих. Это было довольно экстремально, потому что было очень жарко. А давление же все равно. Давление. Голова кружится. Многие просто на стадии уже подъема на высоту на канатной дороге уже начинали бояться. Ну, скажем так, они волновались. На самом деле не было таких, кто не доехал или кто отказался. Все участвовали. И все, кто были в прошлом году, уже бронируют места в этом году. Потому что, конечно, будут новые рекорды, новые высоты, не менее красочные. Этот лагерь именно для ваших учеников? Нет. Нет, для всех он открыт. Как ни странно, из других городов даже к нам присоединяются детишки, кто ни разу не занимался балетом. Даже так? Да, мы разделяем просто группы по начинающим. Боже, как вы их заставили. А сзади там вот саксофонист играет. Максим Дюрягин. Мы нашли саксофониста великолепного. И он вот там нам ассистировал. Все это под живой аккомпанемент происходило. И такие красочные декорации природные. То есть дети приезжают, они каждый день занимаются. У них различные и балеты, и танцы, и актерское мастерство, и творческие занятия. И по итогам смены они показывают отчетный концерт. В каком-то необычном именно месте. Вот эти... У нас три площадки, три локейшна, три рекорда таким образом. Совсем малышки. Да, совсем малышки. И на горе, и внутри кабинки канатной дороги. Пока она 30 минут движется наверх, балет проходил. И на мосту под весном. Это как раз три рекорда тех самых, которые уже установлены. Да, а этим летом мы уже новые кое-что задумали. Но пока сейчас заранее не расскажем. Сейчас заранее не будем все секреты. Сохраним интригу. Да, интригу такую. Скажу так, море. Ну, логично. Пачки, море, пачки, яхты. Удивительно как. Слушайте, ну... Вот видите, кабинка как раздвижется. Внутри нее балерины занимаются балетом. Опять же, под сопровождением саксофона. Вот. Они без родителей. Они одни в этой кабинке. Из кабинки вынули всю мебель. То есть там диваны, кресла, которые там должны быть. И станочки. Поставили станочки, да. Я непосредственно ставил эти станки. Мы всю ночь там их грузили, поднимали. Особенно было, конечно, уникально, как эти станки поднимать вот на самый верх горы. В отдельной, в технической открытой кабинке. Их туда ночью под покровом тьмы везли. И... То есть счастливые лица. Все были в восторге. Впечатления очень красивые. Потому что вы... Я думаю, что одно из наших качеств успеха это то, что мы дарим людям такие яркие эмоции, такие впечатления, которые, ну, просто так нельзя просто купить за деньги. Это именно, наверное, вот можно прийти в семью, к друзьям. И друзья устраивают что-то такое. Уговорили все. Когда едем? Когда? Когда? С первого июля. С первого июля прямо вот вас будем ждать. Насколько по времени нужно рассчитывать? Каждый сентябрь длится 11 дней. До 31 июля у нас три смены. Мы планируем. Кто-то остается на две смены, кто-то едет на весь месяц. Потому что это уникально, конечно, в сентябре, когда приходят детки, кто был в летнем лагере, они чувствуют, что дети не теряли время даром, и три месяца не прохлаждались на даче или на море. Это интенсив, и в этот раз у нас будет концерт в Зимнем театре в Сочи. У нас будет 18 июля. Концерт также приуроченный к 200-летию Мариуса Петипа. Мы решили дать ответ французскому стороне. Да, у нас называется Петипа. Балетное путешествие во времени. Здорово. Дом белого кролика хочу спросить у вас. А это что такое? Это творческое пространство, которое нам пришло в голову создать, когда детки из балета говорят, ну, мы едем из других концов Москвы, мы хотим еще занятия, а нет ли у вас музыки, нет ли у вас актерской студии, нет ли рисования. И, конечно, наши детки подрастали, и мы решили на базе вот уже балетных студий открыть. Чтобы не водить своих детей в другие, в чужие детские сады. Мы поняли, и другие детские центры. Мы решили сделать свой, где будут самые лучшие преподаватели, какие-то другие, да, там навыки получаются? Конечно, конечно. Всестороннее развитие. То есть ребенок приехал, он до балета порисовал, потом сходил на балет. После урока балета он пришел. Если осталось силы, конечно. Вы знаете, дети не хотят уходить. Им все мало. Там есть игровые комнаты, да, им все мало. Они хотят еще и еще. Они общаются, у них уже такая жизнь, они там ходят, гуляют вместе, у них какие-то тематические праздники, тематические недели. И вот мы сейчас организуем детские городские лагеря городского типа, где родители отдают ребенка и вечером забирают. И в течение дня с ним играют, занимаются, танцуют, ищут сокровища, не знаю, рыцарские турниры происходят. Масса интересного мы придумываем. И у нас целая команда, которая нам помогает. Мы без них, конечно, бы, безусловно, не справились. Это уже такая мощная машина. Круглогодичная у нас происходит. А «Белый кролик» — это название. Почему? Потому что, ну, как известно, сказочный персонаж из «Алиса в стране чудес», «Белый кролик», он являлся проводником, таким своеобразным сталкером в мир чудес. И вот мы решили, что мы должны быть для детей таким проводником в мир искусства, в мир культуры, в мир чудес, в мир детства. И пока, в общем-то, получается, надо сказать. И мы это очень рады. Мы располагаемся в парках, в городских центральных парках, в саду «Эрмитаж», в Красной Пресне, в Таганском парке. Воронцово. В усадьбе Воронцово. Администрация очень к нам благоволит. Ну что вы, еще бы, конечно. Егор, Лена, как обстоят дела с мальчиками, скажите, пожалуйста, в балете? В целом, по стране ситуация плачевная. Но мы... Но мы их рожаем. Мы работаем, мы работаем. Мы рожаем. Мы работаем, да. Мы их рожаем. Потом приводим их в клуб. Ну и всячески, конечно, мы их поддерживаем, стараемся, чтобы им было интересно. Это задача педагогов. Педагоги великолепно с этим справляются. То есть мальчики действительно с азартом. И есть, на кого равняться. Есть у нас артисты балета-мужчины, которые своим примером показывают, что это не то, что не стыдно, а это почетно и достойно. Многие родители боятся, это штамп, да, что вот ребенок идет в балет, что-то с ним страшное случится. Во-первых, подождите, да, он еще... Ему еще два года. Да-да, он еще маленький. У него будет хороший фундамент, растяжка, гибкость. Да, и пусть он сам потом уже примет решение. Да, он сможет заниматься восточными единоборствами, спортом, танцами современными, любыми, да. Это не значит, что он обязательно будет артистом балета. Но даже если он станет артистом балета, на что мы тоже очень, конечно, надеемся, то у него будет и выучка, и осанка, и умение вести себя с девочками, и вообще раскрепощенность творческая. И педагоги наши, вот они демонстрируют, совершенно верно сказала Леночка, что своим... То есть мы со своей стороны... Воспитанию большое внимание тоже уделяете. Да, воспитанию большое внимание, потому что это не только физическое упражнение, урок гимнастики, да, хореографии, это и немножко культуры, и немножко рассказ, что это за музыка, что за композитор, почему эти движения так называются, почему их нужно так выполнять, что вас ждет в спектакле, какая ваша роль, какая у этой роли драматическая подоплека, все обсуждается, все проговаривается, все рассказывается. Потом очень приятно видеть, когда они это все на сцене. Сцена ведь это такое магическое пространство, которое либо все обнажает... Такое увеличительное стекло. Да, да, гипертрофирует. Либо наоборот, если у тебя этого нету, то она и не показывает, да, то есть она обнажает и недостатки, скажем так, и достоинства. Увеличивает достоинства. Увеличивает достоинства, да. Мы со своей стороны предоставляем льготные условия для мальчиков, поэтому всех ждем, приводите. Мы им специальные скидки тоже предлагаем. Помимо того, что они принцами становятся рыцарями, разбойниками-пиратами. И сразу гастроли им гарантированы уже. И в Индии, и во Франции, и в другие страны. Да, мы сейчас этим активно будем заниматься, чтобы у нас каждый месяц были какие-то выезды на фестивали мировые, культурные. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна. ФМ. Программа продолжается, друзья, Егор и Елена Симачева у нас сегодня в гостях. Мы говорим, да, про мастерскую балета. Егор Симачев, вот уже на протяжении 7 лет, огромное количество детишек, начиная от 2 лет, заканчивая мамочками и бабушками, как уже выяснилось, постигают балет с огромным удовольствием, и более того даже, ну, в общем, делают определенные успехи, и поступают и в училища хореографические, и на гастроли отправляются вместе, и в постановках различных участвуют. Активная очень жизнь, большое количество филиалов, и, друзья, я восхищаюсь Леной, честно вам скажу, потому что... Я тоже. Крестно вам скажу. Все это время, да, не было даже нормального декретного отпуска у этой молодой красивой девушки, а между тем уже народили трех артистов молодых, будущих. Ну, и есть даже интервью, да, в интернете, где Лен рассказывает, что в Рудуме, с ноутбуком, в общем, это в порядке вещей. Ну, максимум, Егор День даст как-то прийти в себя, может быть, два, все остальное в активной работе. Филипп, Савва, Ева, ну, в общем, Филипп уже делает успехи, да, он уже выступал в двух спектаклях у нас. В труппе у вас, да. В труппу мы его пока еще не начислили. Да, не взяли, но... Сколько ему уже шансов? В июне будет шесть лет, да. Шесть лет. Савва у нас делает огромные успехи. Она, как все замечают, и Свекровь говорит, что у него отличная вообще музыкальность и чувство ритма, и вообще гибкий очень мальчик тоже. То есть может получиться артист. Да, и Ева нам такие концерты дома тоже балетные устраивает, что тоже есть все предпосылки к балету. А у меня еще старшая дочь Полина. Полина, да. Ей сейчас 11 лет. Вот в данный момент мы с вами здесь общаемся, а она снимается в кино вот сейчас. Актриса будет все-таки, да, внучка? Ну, я не знаю, но вот работает человек. Кажется, она милая. Снимается тоже. Она тоже танцует, но ей как раз ближе вот хип-хоп, вот такие современные танцы. У нее тело и слух под эти ритмы. И душа требует. И душа, да, требует. И у нее очень хорошо получается. В детстве она тоже выступала у нас, в наших спектаклях балетных. Тоже выступала. Все, в общем, танцуем. А если кино, то там могут быть роли и артисток балета. Так что все пригодится обязательно. Все в жизни пригодится, да. Лен, Егор, ну вот что касается Филиппа, Саввы, вам бы хотелось, чтобы они стали артистами балета? Мне бы очень хотелось, чтобы они именно продолжили династию. Продолжили династию. И в том числе братьями. Да, как Егор сказал, у него отец с братом были в Большом театре. Егор с братьями тоже в Большом театре. И мне хочется, чтобы не зря же два мальчика получились, и такие артистичные достаточно, и музыкальные. Мне очень хочется. Я так отвечу. Сначала, вообще долгое время, я сопротивлялся. Потому что, ну, я знаю, как трудна эта профессия, как она наполнена всевозможными сложностями, да, как никто другой. Это колоссальная работа и все-таки зависимая. Да, и, конечно, конечно. И, наверное, мне, может быть, хочется, как отцу, чтобы они стали, там, не знаю, предпринимателями, какими-то успешными в этом плане. Вот. Но, с другой стороны, я сейчас думаю, а дело-то, которое мы делаем, оно вот живет, оно серьезное, оно основательное. Значит, кому-то нужно его передавать будет, а передавать нужно тому, кто... Профессионал своего дела. Да, да, кто профессионал. Поэтому неважно, будет ли у них карьера ведущих танцовщиков Большого театра, но я думаю, что основы знать они должны. Так что, наверное, все-таки, Леночка, ты права. Надо их все-таки приобщать. Ура! Я рада, что это открытие случилось именно здесь, на нашей программе. Да, на сегодня, да, да. Ну, судя по всему, ребятам очень нравится. И они еще не говорят вам, ну, нет, я лучше, может быть, футбол погоняю, похожу, или, не знаю, там, бассейн. Они в правильные руки попали к правильным педагогам, которые вот смогли заинтересовать, какой-то азарт пробудить, поэтому я думаю, что... Мультики они смотрят на шпагатах, когда в здравии находятся, поэтому дома, да, тоже растягивают. Ну, а что касается Евы, здесь, мне кажется, тоже... Она у нас такая миниатюрная, ей вот завтра исполняется год и пять, а одежду мы ее покупаем на 9-12 месяцев, поэтому она очень миниатюрная, и мне кажется, у нее есть все шансы, и подъем у нее тоже хороший, как сказала свекровь, а у нее глаз алмаз. Многодетная балерина, жена балеруна, а отец и брюнет блондин и рыжий с чувством юмора. Елена Тимачева, да, это Инстаграм, вы можете зайти, друзья, подписаться, посмотреть, понаблюдать, в общем, там и за жизнью, и мастерской балета, Егора, и за семьей, за детками, как они развиваются. Я хочу также сказать, что есть официальный сайт, как он звучит? Мастерская балета.ру И РФ мне где-то попалась тоже. Да, можно просто набрать Мастерская балета Егора Симачева или просто Мастерская балета в интернете, и все сайты, все ссылки будут на нас вести. И знаете, что особо радует, что вашему ребенку никогда не скажут, что у него что-то с растяжкой не так, или недостаточно гибкости, и пластики. Полненький может быть. Да, что сколько судеб поломано вот в этих различных секциях и кружках. Здесь такого не случится, я так понимаю. Потому что шанс будет дан любому. Наша задача как раз всестороннее культурное развитие ребенка, каждого ребенка. И нам не важно, какой он комплекции, полненький он или худенький, или сутулый наоборот. Нащепать в нем талант и раскрыть его. Это наша задача. Увидеть этот уголек и раздуть. Знаменитый педагог Януш Корчак сказал, что не нужно, а ребенок — это не сосуд, который нужно наполнить максимальным количеством знаний и в него все это влить. А это уголек, который нужно раздуть. Вот этот огонь нужно раздуть. Мы как раз ищем эти угольки в наших маленьких, маленьких, маленьких наших детках, талантливых будущих, надеюсь, звездочек. У нас буквально минута до конца программы. Я вас искренне хочу поблагодарить за то, что пришли. Конечно, за то, что вы делаете. Потому что, ну, это потрясающе. Пусть будет больше талантливых, развитых детей в нашей стране, но в дальнейшем, значит, побольше артистов. Что-то от вас, возможно, вы захотите сказать и как-то еще в популяризации жирную точку поставить или запятую жирную балет? Спасибо огромное вам, потому что в том числе и благодаря вам о нас узнают, и не только о нас, а и вообще о культуре, о таком явлении культурном, как балетное искусство. И считаю, что каждый человек имеет право и шанс попробовать себя проявить в этом, как минимум приобщиться к этому великому, древнейшему и одному из прекраснейших видов искусства. Друзья, аплодисменты, слова благодарности Егор Елена Симаченко. Завтра я уезжаю в Новосибирск, улетаю на гастроли. Так что, жители Новосибирска, приходите смотреть «Дама с камелиями».